Жанр фильма «Сэмбл здесь» можно охарактеризовать как «сурвайвер-хоррор» с элементами головоломки. Да-да, жанр фильма скорее близок к среде компьютерных игр, так как нельзя абсолютно точно отнести данную работу ни к ужасам, ни к чистому триллеру, ни к какому-нибудь жанру в чистом виде вообще. А почему лента близка к компьютерным играм, так это потому, что уж слишком многое заимствовано из расхожих клише и фишек, которые мы видим или когда-либо видели в играх на подобный закрученный сюжет. Постановщик ленты Кристоф Де Ру снял ремейк на собственную короткометражку, вышедшую в 2013 году, которая называлась «Полярис». Общий синопсис лент совпадает. Правда, сценарий ремейка Кристофу помог написать любитель-документалист Климент Туфро. Исполнитель главной роли, Расти Джойнер, известен зрителям подобных лент, наверное, лишь работой в «Обители зла 3. Вымирание». Да и то вряд ли. В ленте «Сэм был здесь» его герой, по словам режиссера, по сути является камевай-ажором, который путешествует в поисках новых клиентов по пустыне Мохаве, что в штате Калифорния. Сэм то и дело названивает жене, которая не отвечает на его звонки. Более того, Сэм не может найти ни души в этой местности, как будто его героя все избегают. Даже машина и та взбунтовалась против него, назло сломавшись. Так герой Расти Джойнера становится узником этой молчаливой враждебной местности. В одиночестве и без какого-либо контакта с людьми, Сэм постоянно слушает ток-шоу на единственной местной радиостанции. Диджей, человек по имени Эдди, принимает звонки от слушателей, которые делятся мыслями о детоубийце, появившемся в этом районе. В то же время, Сэма начинают атаковать психологические угрозы и преследования. Постепенно люди начинают появляться, но они пытаются убить его. Сэм стал мишенью и теперь он должен защищаться. Мало-помалу он начинает сходить с ума, впадая в параноидальный кризис идентичности. Действительно ли он убийца, которого ищут местные? Или его заставляют стать таким? Повествования в киноленте неспешные. Зрителю подкидывают все новые и новые события, как элементы некой головоломки. Но от происходящего на экране появляется вопросов больше, чем ответов. Более похоже на то, что, снимая свою ленту, Кристоф Де Ру попытался замкнуть круг, наделив городок в пустыне полумистическими свойствами, чем-то роднящими его с тем же Сайлент Хиллом. Является ли город вариантом возмездия для приступивших черту? Либо это разновидность городка Плезент Уолли из кинофильма «2000 маньяков», с отличием лишь в том, что здесь, перед казнью заплутавших путников, их сводят с ума. Как я уже сказал, вопросов больше, чем ответов. К достоинствам фильма можно отнести прекрасные пейзажи, которые в избытке демонстрируют пустынную местность со свойственным калифорнийским колоритом. Закаты, кактусы и зной. Лента снималась в городке Palm Day, где также снимался новый Twin Peaks, и кинофильм «Робо-зомби. Изгнанные дьяволом». Довольно-таки зловеще показаны жители пустынного городка. Практически все они обезличены масками, либо как диджей сохраняют свою таинственность. Столкновения с местными редки, но весьма жестоки, так что тема насилия раскрыта более чем. Отдельно хочу отметить просто неповторимое музыкальное оформление, за которое отвечала музыкальная группа «Кристин». Это французские электронщики, родом с северо-запада Франции. Мотивы их музыки очень сильно отображают электронику 80-х, а название взято в честь фильма одного очень известного режиссера, что естественно отразилось и на самой стилистике их материала, в том числе и к этому фильму. Что касается операторской работы, картинка фильма довольно-таки приятна глазу. Она достаточно мягкая и прекрасно сочетается с интересной работой освещения, особенно в ночных и вечерних сценах. К недостаткам киноленты стоит отнести лишь малый хронометраж. Во время просмотра я, конечно же, был на стороне Сэма и до конца не уверен. Удалось ли жителям городка меня переубедить в своем стремлении уничтожить незваного гостя? Или красноватая звезда возмездия загорается по своей прихоти, и в расход идут все, кто оказался ни в то время, ни в том месте? Далеко не всем понравится работа французского режиссера, но это не худшее из того, что появляется из независимого кино в последнее время. По крайней мере, тенденция трансформации жанра хоррора, связки с фишками из компьютерных игр и электронщины в стиле 80-х в нечто новое, в принципе, должно радовать. Подача материала в ленте «Сэм был здесь» мне чем-то напомнила картину «Путь на юг». На мой взгляд, хорошее сравнение. Ленту точно не пропустят фанаты загадочных хорроров, любители эстетики красно-синего неона и обновленных музыкальных электроритмов 80-х.